Итак, уважаемые слушатели, добрый вечер. Традиционно в это время мы начинаем бизнес-канал на Финам ФМ, первый час которого носит название «Бизнес-класс» и посвящен разговору с бизнесменами, с российскими бизнесменами, о том, как живется им и творится в нелегких реалиях. Сегодня у меня в гостях Григорий Липич, генеральный директор АБИ «Россия». И тема сегодняшней программы «Ключ к успеху в бизнесе». «Соответствие ожиданиям пользователей». Ну, во-первых, добрый вечер, Григорий. Добрый вечер. Спасибо огромное, что вы нашли время нас посетить. Тема, еще раз я произнесу, «Ключ к успеху в бизнесе» – «Соответствие ожиданиям пользователей». Ну, прежде всего, говорит о том, что любой бизнесмен ориентируется на потребителя, на конечного потребителя. В этом смысле вполне логично говорить, что успешен тот, кто понимает, что хочет потребитель. Видимо, в этом-то как раз и есть основная идея. Я бы даже сказал так, начиная любой бизнес, если во главу угла ставить деньги, то, наверное, из этого ничего хорошего не получится. Если во главу угла поставить пользу, которую вы хотите принести своим потребителям, то такие бизнесы обычно достигают успеха, успеха заметного. Ну, или по сравнению, да, вот с первым вариантом, они более успешны. Да, такие бизнесы, скажем так, в длительной перспективе более устойчивы, у них более понятна линия развития, у них больше лояльных пользователей. В общем, практика показывает, что такие бизнесы выживают в трудные кризисные времена. Это любопытно. Я вас прерву на секунду. Уважаемые слушатели, у вас есть традиционная возможность принять участие в нашей беседе, присоединиться к нашему разговору. Для этого есть телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Либо воспользуйтесь интернет-ресурсом, сайтом компания финам.фм, задайте свой вопрос, ну, или собственное мнение выскажите. Вот мы начали, собственно, разговор уже с идеей, да, которую Григорий произнес. Ну, мне кажется, она действительно вполне очевидна. Можно так сказать, социально ориентированная, да, сторона любого бизнеса, ориентированная на конечного, потребителя и, прежде всего, забота о том, да, чтобы принести пользу. Вот это один из... Принести пользу обществу. И второе, ну, скажем так, в нашем случае, это придумать что-то, что будет удивлять людей, приятно удивлять. То есть, если ты можешь сделать чудо, то, чего люди не ожидают, и что их действительно покорит, то... Ну, если чудо в таком метафизическом смысле, то я бы, если позволить, сформулировать так. Если ты можешь сделать чудо, то, чего люди всегда ждут. Может быть, это не банальная какая-то история, да, а чудо вот именно в метафизическом смысле. Ну, вот нам повезло нашей компании работать в секторе инновационном, разработке программного обеспечения, и это та сфера, где чудеса можно делать. То есть, можно создавать что-то, чего люди, там, 5 или 10 лет назад не ожидали видеть на своих компьютерах, на своих мобильных телефонах, теперь на своих планшетах. Вот, собственно, этим мы занимаемся, и вот те базовые вещи, которые мы положили в основу создания компании, Давид Янг, когда, посоздавая компанию в 1989 году, у него была простая задача. Он готовился к экзамену по французскому языку и подумал, что вот было бы классно, если бы кто-то взял и вот словари французские, французско-русские, перевел в электронный формат и сделал более удобную подготовку. И, собственно, это была идея создания первого продукта компании. У меня, знаете, мысль такая мелькнула, что он в этот момент думал не столько, значит, он думал создать электронный словар не столько для удобства пользы, сколько, может быть, для удобства ответа на... Вопрос экзаменатора именно. То есть такой вариант шпаргалочки, да? Да, так всегда делается. Сначала что-то создается для себя, обкатывается на себе, потом думаешь, о, класс, это же польза будет для других людей. И, собственно, это обычно наиболее удачное решение для создания тиражируемого массового продукта. То есть сразу же получает оно, да, сразу получает практическое применение. Понятно, что вот оно есть. Да, да. Вот, собственно, может быть, пару слов расскажу о том, чем компания наша занимается, с этим слушателем. Конечно, давайте, мы вот именно с этого начнем. Да, АБИ, причем за эфиром мы говорили, да, написание достаточно непростое, пять букв этих вроде бы вполне... Да, некоторые читают A-B-B-Y-Y, некоторые... Вообще правильное имя компании произносится АБИ. И это не аббревиатура, это слово на одном из древних языков из сино-тибетской группы, оно означает ясный глаз. Оно означает одну из областей нашей компетенции, в которой мы работаем. И, собственно, это компьютерное зрение. Мы известны тем, что делаем программы распознавания текстов. Наверное, многим известна программа Fine Reader. И технология распознавания текстов, она используется не только в массовых продуктах, вот в таком продукте, как Fine Reader, который известен многим пользователям в России, за рубежом. Он поставляется со сканерами по всему миру, там более десятка миллионов устройств комплектуются ежегодно. Ну, есть еще и корпоративные продукты, которые помогают, например, налоговые декларации обрабатывать, банкам помогают анкеты кредитные вводить, корпорациям помогают обрабатывать счета, фактуры, накладные. То есть вот система распознавания текстов, когда есть бумажный документ, и особенно большой объем этих документов или информации, не хочется это все перебивать руками, то, собственно, наши технологии распознавания текста позволяют это переводить в электронный вид без рутинной ручной работы. И вторая область компетенции — это лингвистика. Компьютерная лингвистика. Первый продукт в этой области был электронный словарь, который давным-давно был выпущен. А вообще мы работаем над созданием, скажем так, такой системы, такой технологии, которая бы позволила компьютеру понимать смысл текста, то есть взаимосвязи смысловые между объектами в тексте. — То есть если говорить о обычном варианте переводчик, который в интернете распространен, там очень часто корявые фразы получаются именно поэтому, да? — Переводчик. Не только переводчик. Например, если говорить о поиске, вот попробуйте в текущую современную поисковую систему зайти и что-нибудь поискать. Вы найдете много чего, но часто вам нужно рыться в результатах поиска, чтобы... — Далекое от того, что бы не хотелось. — Да. Вот. Ну, соответственно, если компьютер будет понимать смысловые связи между объектами в тексте, то поиск можно сделать более релевантный, можно сделать более качественный перевод, можно построить целый класс задач, скажем так, решить целый класс задач с новым уровнем качества. — Это дорога к так называемому... — Искусственному интеллекту. — Да, интеллект. — Да, то есть искусственный интеллект, компьютерное распознавание текста в машинное зрение — это тоже искусственный интеллект, Мы работаем в области AI, что называется в английском, это official intelligence, она официально так признана, называется. То есть если словари, вроде бы как это простая вещь, взял словари, положил их в электронную базу данных, сделал удобный интерфейс, работай с ними, и быструю базу данных. Ну это техническая, не творческая такая работа. То есть это скорее, скажем так, создание удобного интерфейса. То распознавание образов — это, собственно, искусственный интеллект и построение системы, которая будет понимать смысл текстов, это тоже искусственный интеллект. То есть мы, например, происследовали мир достаточно хорошо и поняли, что в этой области, ну, скажем так, ничего значимого пока что не создано. И мы планируем, в общем, строить... Мир в глобальном смысле, да, в глобальном смысле. Мир компьютерный или... Компьютерный мир, компьютерное решение в этой области, естественно, потому что есть люди, которые умеют находить, естественно, смысловые связи между объектами в тексте. Компьютерный мир, естественно. Вот, мы хотим сделать, собственно, шаг технологический, который, вот, собственно, позволит решать целый класс задач на новом уровне качества. Благодаря тому, что, ну, собственно, вообще все понятия в жизни, они могут быть описаны вне зависимости от языка, более-менее универсальным деревом понятий. Мы называем это дерево семантических понятий. Где ясно, что, например, если есть стол, то на нем может что-то лежать, под столом может кто-то сидеть или тоже лежать. На стуле можно сидеть. Не хочется выводить от темы, но вот совсем недавно я видел в какой-то соцсети по этому поводу в пику русскому, сложному русскому языку, некие такие юморные заметки, что вот на столе, да, есть стол, а на нем может что-то и лежать, и что-то и стоять, и что-то и сидеть он может. Одновременно причем, почему именно так принято называть, никто не знает. Вот, вот, собственно, когда компьютеры научатся понимать смысл текста, а не просто анализировать, скажем так, состав символов, из которого сцвет этот текст, а перекладывать задачу анализа смысла на пользователя, то, я думаю, пользователи будут получать новое чудо в жизни, будут по-новому общаться с компьютерами, телефонами. То есть, например, там, те задачи, которые сейчас решаются в мобильных телефонах, вот, Apple, например, там, представила голосового помощника Siri, которому можно задавать вопросы. Вот такие голосовые помощники, они станут существенно умнее в будущем. Вот мы работаем над тем, чтобы такие технологии создавались. Ну, я прошу прощения, Григорий, наверное, не случайно мы и начали, да, вот, нашу сегодняшнюю беседу, так уж получилось со слова «чудо», потому что в конечном итоге, по крайней мере, сейчас, да, разговор об искусственном интеллекте, это пока еще разговор о неком чуде, хотя вы вот на этом пути. Ну, скажем так, и 20 лет назад, и 10 лет назад, и 30 лет назад было понятно, что есть куда развиваться. Сейчас мы послушаем новости. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И тема сегодняшней программы «Ключ к успеху в бизнесе» в соответствии с ожиданием пользователей. В гостях сегодня Григорий Липич, генеральный директор АБИ «Россия». Для вас я напомню, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, делитесь собственными наблюдениями, и тем более, что все же в конечном итоге мы сегодня говорим о неких чудесах. Это здорово. Вот, собственно, кратко завершу тему с чудесами. Вот, собственно, и 30, и 20, и 10 лет назад у людей были ожидания определенное чудо, но, скажем так, 20 лет назад сложно было поверить, что тот мобильный телефон, который лежит сейчас у каждого в сумке, по мощности будет превосходить персональные компьютеры, которые существовали. EVM еще и вспомним, да, вот эти огромные шкафы, которые показывают. Вот именно, да, вот, собственно, компьютер, на котором я писал свои курсовые работы в университете, они были очень слабенькие. Это были IBM AT 286, XT. Вот, 28 у меня тоже первый был. Вот, 80-86. То есть сейчас современные телефоны, они… Сейчас калькулятор примерно, да, такие имеют? Да, да, герцовые процессоры имеют существенно больше памяти и так далее. И это определяет, собственно, ожидания пользователей. Вот если говорить об ожиданиях пользователей, то есть развитие технологий определяет новые ожидания пользователей. Но тут, как бы, любой бизнес должен торопиться не спеша, потому что, естественно, можно, скажем так, послушать всех пользователей и попытаться реализовать все. Но если у вас нет бездонной ямы, заваленной деньгами, то вы быстро разоритесь, если будете так действовать. То есть нужно подходить, скажем так, избирательно к тому, что нужно реализовать в своих продуктах, что в первую очередь, что во вторую, и что быстрее всего принесет пользу наибольшей массе ваших потребителей. Вот этот выбор, он на основании чего делается? Это сложный выбор. Он делается на основании, собственно, внутренних исследований, на основании разговора с пользователями. То есть мы получаем информацию от пользователей наших продуктов внутри продукта. Мы понимаем, как они пользуются ими. Мы форумы читаем, мы общаемся с ними на форумах, мы проводим глубинные интервью в разных странах и понимаем, что в первую очередь интересно людям в наших обычных продуктах для обычных компьютеров, в мобильных продуктах. Вот мы очень активно, несколько лет уже работаем над темой переноса и создания ценности дополнительной в мобильных телефонах при помощи тех всех технологий, которые раньше работали только на обычных компьютерах. Вот тоже распознавание текстов, например. Я очень часто, садясь в самолет, читаю, например, автомобильные журналы. Нахожу интересную статью и хочу ее поделиться своими с друзьями в Фейсбуке. Я использую, например, продукт наш TextGrabber, который прямо используя камеру iPhone, это фотографирует, распознает, и этот текст я прямо на Фейсбук выкладываю перед стартом самолета. Ну, да, в электронном виде уже я не должен руками перенабирать. Вот. Раньше это невозможно было сделать. При этом многие пользователи у нас спрашивали еще лет 8 назад, ну, почему вы не выпустите систему распознавания текста для телефона? Были ограничивающие факторы. Например, там, много лет назад компания Nokia имела достаточно хорошие камеры в телефонах, но они не сумели создать такой рынок и инфраструктуру для мобильных приложений, как это сделала компания Apple. Соответственно, когда Apple создала... Я прошу прощения, а вот, как бы, очевидная, на мой взгляд, проблема для телефона, даже если этот продукт будет сделан, ну, все-таки в телефоне не так удобно читать-то, мне кажется. А, это уже подход к созданию интерфейса, правильно, приложения. Потому что есть у нас, например, там, Фейсбук или Одноклассники, или ВКонтакте и на телефоне, и на компьютере. У них есть разные интерфейсы. Я одинаково прекрасно общаюсь с информацией в Фейсбуке и на планшете, на телефоне, и на компьютере. Просто представление информации, оно разное. Точно так же и, например, там, с той же системой распознавания текста. Вот у нас набирает популярность такая тема, как использование распознавания текста, использование, скажем так, камеры, как средство ввода информации в телефон. Среди бизнес-пользователей, например, есть страховая компания или банк. Ну, например, страховая компания. Случился страховой случай у клиента. Они дают приложение, в которое встроены возможности распознавания текста, и клиент при наступлении страхового случая фотографирует набор документов и делает отправку заявления в страховую компанию своего телефона. Да, с места происшествия, например. То есть фотографирует ситуацию, если это автомобильное происшествие. Фотографирует своих паспорт. Не нужно ехать, сидеть в очереди, заполнять, кому-то обращаться. Не нужно вызывать комиссара. Комиссара, да, страхового. Либо если вызывается страховой комиссар, это человек, который работает, агент работает в поле от страховой компании, мне тоже приехал, все сфотографировал. Раньше они ездили с фотоаппаратами обычными, а сейчас они на телефон могут это фотографировать. И это сразу попадает в информационную систему страховой компании. Точно так же банк, например, может поступать. Он распространяет свое мобильное приложение, встраивает туда возможности по вводу документов. И, например, если он желает увеличить базу клиентов, которые пользуются услугами розничного кредитования, он просит так, сфотографируйте ваш базовый набор документов, там два документа или три документа, сколько сейчас просят для получения кредита или кредитной карты. Вышлите нам, мы рассмотрим ваши заявления. Все, сокращается время в общении с потребителем. Да, ну и во многом упрощается. Я сразу же, вопрос у меня, тем более, когда о банках мы заговорили. Безусловно, все это удобно очень, да, упрощается многие вещи, о которых говорят. Но вопрос открытый. Доступ к информации в данном случае ничем не защищен практически, я так понимаю. Нет ли здесь проблемы? Ну, скажем так, создание новых возможностей работы с информацией, наличие мобильных устройств порождает определенные пожелания пользователя. В частной среде это одни пожелания и требования к безопасности, в корпоративной среде это другие ожидания и требования к безопасности. Вот, например, многие люди сейчас имеют смартфоны, особенно в больших городах, и они желают при помощи смартфонов выполнять свои рабочие функции какие-то. Читать почту, проверять там CRM-систему. Но, например, IT-директора компаний, они как-то сопротивляются быстрому внедрению. Я знаю это сам, да. Потому что они говорят, дыры безопасности будут. У меня есть на работе, да, адрес собственной моей рабочей группы. И внутри корпорации, что называется. Я говорю, давайте как-нибудь сделать так, чтобы я вот дома бываю или там где-то в поездке, чтобы то, что мне пришло, оно автоматически как-то перерисовывалось на мою домашнюю. Я говорю, нет, извини, дружище. Дыра в безопасности будет, да. Вот, на самом деле, IT-директорам и IT-специалистам, которые отвечают за информатизацию всех видов предприятий, нужно менять мировоззрение. Вот это вот тоже соответствие ожиданиям пользователя. Если у человека его личное устройство, планшет, телефон намного превосходит по удобству использования рабочий компьютер, тем, что ты можешь везде использовать это устройство. Дома, перед сном проверить важную какую-то информацию, то нужно дать ему возможность работать продуктивно тогда, когда он желает это делать. Вот это тоже и из темы его соответствия ожиданиям пользователя. Да, с другой стороны, это на руку как раз и работодателю-то, в принципе. Естественно. Хотя я сейчас опять-таки представил вот эту историю со своей колокольни, ну, я имею в виду с точки зрения работника. Получается парадокс. С одной стороны, это упрощает многие рабочие процессы мне, да, и я могу, значит, со своего компьютера, со своего смартфона какие-то вещи делать, да, отвечать на письма. А с другой стороны, получается так, что я работаю уже практически 24 часа в сутки. Мне ни на секунду не дают... Это уже зависит от... Каждый человек устанавливает сам себе баланс рабочих и отношений, хобби, семьи. Сколько ему хочется, столько он может получать от этого. И система мотивации сотрудника, она при правильном подходе руководства поощряет дополнительную работу, ну, не поощряет переработки, скажем так. Но когда человеку удобно, когда у него появляется креативная идея, например, почему бы ее не зафиксировать? Там, почему бы не проверить, особенно если ты находишься в другом временном поясе, например, как прошла твоя сделка или нет, получена важная информация или нет. И вот, собственно, те куски технологий, которые мы в том числе создаем, то есть мы не только продукты делаем, мы делаем свои, собственно, под обычные компьютеры, там, под мобильные устройства. Мы еще делаем так, чтобы другие разработчики могли это встраивать в свои решения. Эта часть бизнеса Аби, она может быть не очень хорошо известна потребителям, потому что они в основном нашими продуктами, которые под брендами поставляются, пользуются. А вообще многие компании в мире, ведущие компании, занимающиеся задачами ввода документов, они лицензируют у нас технологии для того, чтобы встроить в свои решения. А, кстати, почему они самостоятельно не пытаются создать? Очень дорого создать технологию распознавания текстов. Это труд в тысячи человеколет. Есть несколько компаний в мире всего лишь, которые смогли это сделать. Ну, собственно, у нас есть там конкурент в США, и, собственно, мы, мы и компания в США. Есть еще одна европейская компания, это, собственно, вот три компании, которые что-то разрабатывают в этой области. Ну, мы, по сути дела, считаем конкурентом только вот американскую компанию одну. То есть дело все в том, что это, во-первых, да, очень трудоемко, затратно, и, во-вторых, это, наверное, все-таки очень специфично, да? Естественно, и нужно иметь, в общем, ну, скажем так, большой штат людей, которые разбираются в области, их очень долго обучать. Мы, например, в этом смысле работаем над тем, что создали свои кафедры в ведущих вузах России, и там готовим специалистов, начиная уже с младших курсов, чтобы они потом приходили к нам работать и занимались этой проблематикой еще на ранних стадиях обучения в вузах. Ну, во-первых, сразу два вопроса, да? Сразу ли вы контакт нашли с руководством вузов? Ну, начинали с того вуза, откуда, скажем так, много топ-менеджмента в нашей компании, это МФТИ, вот, а также мы с РГГУ работаем. То есть руководство помнило еще тех ребят, которые сейчас работают у вас. Да, и компания Аби, это такой референс для этих вузов, то есть они гордятся тем, что один из лидеров мирового рынка, то есть мы лидеры в мире по рынку системы распознавания текстов и по качеству нашей технологии. Мы самые большие полиглоты, то есть мы поддерживаем больше всех языков распознавания текстов в наших технологиях, поэтому эти вузы гордятся сотрудничеством таким. И вот еще, что касается специфики, профессии, что ли, да, можно сказать, профессии, вот, специфики тех людей, которые к вам приходят на работу, вот, насколько действительно эта профессия, ну, необычна, что ли, да, что надо закончить, какой профильный вуз, ну, если не говорить о том, о чем вы сказали. Это люди творческие, нужно, ну, у нас есть разные люди, то есть есть не только программисты, есть люди, которые занимаются маркетингом, люди, которые умеют открыто смотреть на мир, а не зашориваться в каких-то рамках, вот, собственно, мы очень приветствуем. У нас атмосфера такая, что любой человек может возразить генеральному директору, высказать свою точку зрения, и эта точка зрения будет услышана. И мы поощряем такое поведение. То есть люди, которые имеют активную жизненную позицию, могут посоветовать, скажем так, по сферам своей компетенции, а если хотят посоветовать в других сегментах что-то, то это тоже приветствуется. Мы таким образом, собственно, работаем над тем, чтобы люди, которые пришли к нам в компанию, оставались с ней максимально долго. То есть кто-то мог работать в продажах, перейти в разработку, кто-то мог быть в разработке, перейти в продажи или в маркетинг. Когда культура в компании складывается такая, что она поощряет общение между людьми и дружбу, то, собственно, это такой сильный коллектив получается. Ну, причем то, что я прочел, да, у вас он сильный и достаточно приличный, количественный, я имею в виду, да? Да, да, у нас сейчас по всему миру работает более 1200 сотрудников на постоянном контракте у нас еще. Если с аутсорсерами брать еще, которые тоже на контрактах, но как бы они не в штате, там более 2000 сотрудников, а в российских офисах компании, у нас несколько юрлиц в России работают. То есть у нас и R&D здесь есть, и продажи, и маркетинг по некоторым регионам мира. Работает более 700 человек. Вот. И как бы одна из таких известных российских компаний, разработчиков программного обеспечения, которым удалось добиться успеха не только в рамках нашей страны, продавая продукты под своим брендом, а не разрабатывая что-то для кого-то, но и за рубежом. Здорово. Ну, сейчас еще раз время новостей на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Итак, друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Григорий Липич, генеральный директор АБИ Россия. И мы говорим о том, что, безусловно, ключ к успеху в бизнесе в соответствии с ожиданиями пользователей. Значит, разговор наш сегодня, прежде всего, да, связан с разговором вокруг высоких технологий, потому что именно этим занимается компания АБИ. Ну, и возвращаясь, да, более детально к этому разговору, давайте вспомним о том, что вот мы в самом начале, так сказать, несколько векторов, да, Григорий рисовал. Да, это компьютерная лингвистика, компьютерное зрение, распознавание текстов и объединяющая такая идея возможности понимания смыслового наполнения текста. Что хотел бы сказать? Вот если продолжать тему с соответствием ожиданиям пользователей, то вот возрастающая мощность мобильных устройств и, скажем так, опутывающая землю сетевая паутина, она тоже создает новые предпочтения в пользовательской среде. То есть люди хотят пользоваться информационными ресурсами там, где им удобно и в любое удобное для них время. То есть хотят быть отвязанными от компьютеров. Поэтому эти факторы закладывают новые тренды, которые мы видим активно реализовывающимися сейчас в IT-секторе. Это, во-первых, мобильное приложение, желание пользоваться на мобильном клиенте, мобильном телефоне, смартфоне, планшете, тем, выполнять все те же задачи, и, может быть, чуть-чуть с другим интерфейсом, чем на компьютере, но при помощи мобильного устройства. А также облачные технологии, облачные решения. То есть когда не нужно слишком много ресурсов, не нужно таскать с собой какой-нибудь мощный компьютер, чтобы выполнять достаточно мощные задачи. Когда основная вычислительная мощь как бы находится где-нибудь в том, что мы называем облаке, на каких-то серверах, которые находятся в большом интернете, а, собственно, экран устройства, с которым работает пользователь, это может быть телевизор, это может быть планшет, это может быть нетбук, например. То есть не сильно какое-то устройство. Оно используется только для отображения информации. Вот, собственно, мы тоже достаточно давно в этой области работаем, потому что, например, наш словарь, Абилинг, он кроме того, что существует в виде обычных продуктов, устанавливаемых на компьютеры, и вот уже несколько лет как бы там на мобильные телефоны, есть еще его облачная версия. То есть он работает в виде, раньше в виде интернет-сайта обычного работа, а сейчас мы сделали вот таким образом, в особенности это хорошо проявилось на новой платформе от Microsoft, Windows Phone и планшеты, когда создается такое гибридное решение, как бы на устройстве есть оболочка, но эта оболочка обращается за информацией к серверу. И точно так же вот если говорить о распознавании текста, то всем хорошо известный файн-ридер, он сейчас тоже доступен в облаке. То есть, например, там студенты, которые очень часто любят пользоваться продуктом, и чего греха таить, многие из них, может быть, как бы там не покупают его, а где-то ищут сломанные версии, и не со зла, потому что, в общем, они, может быть, не знают, где купить. То есть сейчас облачная версия позволяет заплатить там пару копеечек и распознать там ту же курсовую работу, которую нужно распознать прямо, зайдя на какой-то сайт, не устанавливая никакое программное обеспечение себе. Вот этот тренд, он очень явно виден, особенно в секторе среднего и малого бизнеса, то есть когда бизнесы не хотят вкладываться в какую-то большую IT-инфраструктуру, в отличие от больших корпораций. Вот облачные решения для них представляют очень высокий интерес вот в сфере бухгалтерского учета, в сфере работы с клиентурой и в сфере обычных офисных приложений. Вот Файнидер в этом помогает тем, что вот есть такая простая облачная версия. Я хотел бы узнать вот что, Григорий. Как правило, когда мы говорим о каких-то программных обеспечениях, программах, да, о высоких технологиях, очень часто заходит разговор, насколько они легальны. Да, вот, собственно, упомянули вы студенты, которые по незнанию ли, или по какой-то другой причине, хотя это обе причины его оправдывают, потому что он студент, и у него, условно говоря, на легальную версию нет денег просто. Мы в этом смысле отличаемся от, скажем так, западных вендоров, потому что выросли здесь, компания создавалась на этом рынке, и мы понимаем, что такое экономическое состояние страны, и, опять же, ожидание пользователей о справедливой цене продукта. И поэтому мы очень балансируем цену на наше программное обеспечение с возможностями наших пользователей. Мы выпускаем как простые версии, которые стоят достаточно недорого. Например, если говорить о том же словаре, у нас есть версия «Первый шаг», которая стоит 150 рублей. Любой бумажный словарь, скорее всего, стоит дороже. Дороже, конечно же. Да. Вообще книжки дорогие. Вот. А кроме того, есть бесплатная онлайн-версия, если человеку так уж сложно купить этот программный продукт. Но есть профессиональные продукты, которые стоят в районе 3000 рублей, ими пользуются переводчики достаточно активно. Там существенно более широкая словарная база. То есть мы используем такой сбалансированный подход достаточно. Мы понимаем, что чем больше у людей будет доходов, тем больше они будут платить за программное обеспечение, которое действительно приносит пользу. Ну, в этом логика есть. И тем не менее, вы начали с того, что в отличие от наших коллег за рубежом, а как коллеги за рубежом на это смотрят? Коллеги за рубежом считают, что вот, ну, раз, ну, скажем так, меняется их мировоззрение после того, как они поработают чуть-чуть на российскими похожих рынках, потому что российский рынок, он не единственный в таком роде, с таким отношением к софту. Ну, Бразилия та же, там, Индия, Китай. Как принято говорить, третий мир, да? Или второй. Или развивающиеся страны. Развивающиеся страны. Развивающиеся экономики. Кстати, на эти экономики все очень активно смотрят, потому что Китай сейчас это самый большой потребитель. Да, пробуй проигнорируй Китай. Да, да, автомобили, например. Так вот, поскольку мы выросли здесь, то у нас очень сбалансированная ценовая политика. Мы, например, там, для учебных заведений делаем специальные скидки. Делаем так, чтобы, скажем так, для разных категорий пользователей с разными возможностями они могли легально пользоваться нашими продуктами. Естественно, если мы какой-нибудь большой корпорации помогаем вводить большие объемы документации, то мы, в общем-то, и берем с них большие деньги за это. Ну, это нормально, конечно. Потому что мы повышаем их производительность труда в 10 раз по сравнению с ручным трудом. И они видят в этом бизнес ценности. Они видят, что окупаемость у них составляет, например, 6 месяцев. Хоть они и потратили миллионы долларов, но они купили это за несколько месяцев. Они увеличили свой бизнес, увеличили приток клиентов. Ну, понятно, что там задачи разные, да? Если говорим о большой корпорации, бизнес-задачи, они стоят денег. А если мы говорим о неком вот... Поэтому, если говорить о нелегальном использовании или не совсем легальном использовании... Не очень корректно, да, наверное? Да, то на самом деле оно актуально в России сейчас только в частной среде. И вот, что касается частных пользователей, то мы имеем очень сбалансированную ценовую политику. И мы не ставим перед собой задачу преследовать каких-то пользователей. Ну, когда у них появятся деньги, тогда они заплатят за наше программное обеспечение. Но мы пресекаем работу распространителей. То есть, если мы видим, что кто-нибудь на горбушку вышел там и начал продавать наши диски, то они прекратят это деятельность. А как, кстати, вы за этим следите у вас? Ну, есть у нас компании, с которыми мы сотрудничаем, которые следят за ситуацией. В общем, такие дела. Ну, правда, сейчас физическое распространение носителей, оно на ноль практически все. То есть, это интернет в основном. По интернету смотрим там какие-то, в общем, скажем так, совершенно явные раздачи нашего софта. Прикрываем. Потому что, как в фильме «Формула любви» сказано, было все, что одним человеком создано, другим всегда сломано, быть может. Поэтому это вопрос времени только. Люди одержимы, они всегда будут ломать софт и всегда будут его использовать. Мы не ставим задачи сделать всех пользователей такими, чтобы они платили что-то за софт. Мы делаем бесплатные версии некоторого нашего софта. И есть open source, есть аналоги. То есть, в общем, в принципе, если не нравится платная версия софта, если стоимость не устраивает, то можно переключиться на open source. Кому что удобнее. Вот поэтому я считаю, что эта проблема со стороны особенно западных аналитиков в России и близлежащих странах, она несколько преувеличена. Если вендор занимается этими вопросами, скажем так, какой-то разумный баланс выбрал для себя, то он может вполне адекватные результаты получать и на этом рынке, работая. Вообще приятно слышать такие вещи из ваших уст. Я предположу, что не все, наверное, ваши коллеги придерживаются подобной точки зрения. Но в любом случае, видите, я согласен. По крайней мере, в этом тоже есть здоровая логика. Да, да. В такой позиции есть здоровая логика. Потому что можно пойти по пути судебного преследования всех и каждого. Ну, зачем это нужно? То есть это и издержки. А так, если ты создаешь полезный продукт, то, собственно, люди, как знаете, как некоторые музыкальные исполнители сейчас делают, они выкладывают свои песни бесплатно и говорят, если вам понравилась наша песня, положите каких-то денежек нам, пожалуйста. Это поможет нам развиваться. Ну вот, у нас тоже такой прагматичный подход. То есть мы не ставим перед собой цель срочно найти всех, кто нарушает наши права и сделать так, чтобы не наказать их. Здорово, здорово. Вернемся тогда вот к тому, о чем мы чуть выше говорили. Значит, еще раз, да, мы, вы, точнее, рассказывали о том, что задача, технологическая задача вашей компании, это то, чтобы конечный потребитель мог пользоваться не только персональным компьютером, стационарным, а мог пользоваться любой версией, да. Да, чтобы он в удобном для него месте, в удобном для него формате решал задачу, которой помогают наши технологии. А это вот ввод текста, ввод документов в больших объемах и, собственно, работа с текстами на странах. Ну вот в этой связи есть разница между созданием программного обеспечения для одного носителя, для другого носителя, для третьего носителя? Есть, естественно. То есть каждая платформа имеет свою специфику. Под какие-то платформы легче создавать программное обеспечение, под какие-то сложнее. И если вот анализировать тренды последних лет, когда повышается популярность использования мобильных телефонов и смартфонов, то могу сказать, что, например, там по тот же iOS на Apple-овских устройствах легче задавать программное обеспечение, чем это было делать под Symbian, вот на популярной, это была популярная платформа у телефона Nokia. То есть, видимо, это была одна из причин того, что не так много приложений было под ту платформу, сколько сейчас есть под iOS. С Android тоже, в общем, как бы ситуация была чуть-чуть посложнее, чем с iOS, но они, в общем-то, наступают тем, что большое количество устройств поставляют. Поэтому нужно оценивать баланс вложенных усилий и возможный результат от этого, и учитывать нюансы, естественно. Потому что качественно созданный продукт, он должен качественно работать на всех платформах. Потому что если ты где-то, скажем так, упустил в качестве, то это репутация, которая будет быстро распространена между пользователями. Что мы видим по себе, что, ну, как бы, как любит говорить наш СТО, он говорит, что хороший продукт продает себя сам. А что это значит? Один пользователь попользовался, дал фидбэк другому, сказал, классный продукт, мне помог. Все, поставил там пять звездочек. Другие посмотрели, доверились мнению пользователя, не рекламным статьям каким-то, обзорам. То есть опять мы возвращаемся к тому, что сейчас кругом мы, в принципе, да, окружены интернетом, в социальных сетях, и вот это вот сарафанное радио, оно работает гораздо. Вот, соответственно, опыт в пользовании вашим продуктом, он должен быть положительным. И для того, чтобы он был положительным, нужно, скажем так, аккуратно подходить к созданию решений для разных платформ. И это, соответственно, требует разных компетенций. Вот мы поэтому в омут с головой не бросались по поводу мобильных устройств, пока мы не увидели сформировавшийся рынок. Когда мы увидели сформировавшийся рынок, мы, в общем, скажем так, активно и целенаправленно переносим наши технологические наработки туда, чтобы на телефонах, смартфонах было удобно этим пользоваться. Речь, я так понимаю, Григорий, идет о рынке потребителей именно смартфонов, да? То есть до какого-то момента вот общее валовое количество на душу населения было не очень велико, да? Вы говорите, туда пока идти не надо. А в 2012 году их было продано больше уже, чем компьютеров по всему миру. И если брать вместе с планшетами, то эти цифры и будут и дальше увеличиваться. То есть динамика роста продаж смартфонов и планшетов, она существенно выше, чем динамика роста продаж компьютеров обычных. То есть если ноутбуки растут, то десктопы находятся в стагнации, вот обычные такие большие компьютеры, а смартфоны растут как минимум на 50% в год. И все пользователи, они ожидают получать информацию при помощи смартфона из интернета. Это естественное желание делать что-то более интересное при помощи смартфона, чем просто звонки, смс или там смотреть интернет. Ну теперь уже, конечно, если раньше мы говорили, мобильный телефон, его основная функция это звонить, потом появилась функция снять на фотокамеру, а сейчас о звонке ты в последнюю очередь вспомнишь. Да-да-да, а сейчас можно взять телефон, приехать в какую-нибудь страну, потом продолжим. Хорошо, да, мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели бизнес-класс на Финам.ФМ, еще раз я напомню, сегодня в гостях Григорий Липич, генеральный директор АБИ-Россия, и мы обсуждаем бизнес, связанный с высокими технологиями, в общем, все это то, что сегодня рассказывает Григорий о твоей компании. Давайте продолжим. Да, продолжая тему о, скажем так, том, чего ждут пользователи от технологий, хотел бы отметить, что вот компании, создающие программное решение, для успеха и для возможности нахождения новых идей нужно почаще общаться с людьми не из своего круга, то есть с реальными потребителями, у которых может быть совершенно новый взгляд на вещи, потому что если ты находишься в своем кругу, то ты можешь считать, что мы эти задачи уже решили, и чего-то нового тут создать нельзя. Замыливается глаз. Да, замыливается глаз, да. А вот если ты поговоришь с человеком, который скажет, о, а ваша же технология, она распознает текст, я бы хотел сделать вот это, вот это и вот это. И вот, например, вот таким образом, пример приведу, что технологии распознавания текста используются в системах дополненной реальности, например, которые встраиваются в те же телефоны, ну, например, если брать индивидуальное применение, то встраивание в телефон, вы приезжаете в какую-то страну, система дополнена реальности, работает таким образом, вы как бы наводите ее на какой-то площади, находитесь, видите какие-то дома, таблички, телефон все это фотографирует, отправляет на сервер, распознает текст и говорит, вы находитесь сейчас там-то и там-то, и начинает вам повествовать что-то интересное об этом месте. Забавно. Вот, а еще, например, ну, там некоторые автопроизводители встраивают эти вещи в свои системы, один из известных там европейских производителей, например, использует те же технологии распознавания текста, чтобы анализировать текстовые объекты, которые попадаются в момент движения автомобиля, тоже там указатели разные дорожные, и подсказывать водителю, что делать. И когда такие вещи встраиваются... То есть это какой-то аналог навигатора получается? Ну, это даже не навигатор, это электронный ассистент такой, который будет говорить... Автопилот, да? Да, ну, например, если он увидит знак с ограничением скорости 100, а человек едет 150, то он посоветует, либо сам подснизит скорость, например. Вот я буквально вчера там проезжая из горнолыжного курорта Сорочаны, задумался о том, что если бы была система, которая бы анализировала, уже реализована, которая бы анализировала все дорожные знаки, я работал у нас в России, то я бы с удовольствием заплатил за нее деньги, если бы она была GPS-ом интегрирована и не позволяла мне при активации ее превышать установленную скорость более чем на 20 км в час. Я буду закон соблюдать таким образом. Ну, это здорово, но, с другой стороны, вам пришлось бы дольше добираться до Москвы. Это да, да. Ну, если бы я сделал решение о том, что я хочу ее активировать, то я бы чувствовал себя спокойнее. Это действительно, опять-таки, если мы, так сказать, вспомним начало нашего разговора, это вот шаг навстречу того, что, в данном случае, автопилот может быть, да, изобретен через какое-то время. Да, естественно. А по тем же задачам автопилота многие компании работают. Ну, тут есть, конечно, некоторые технические ограничения, вроде того, что там те же агентства вроде военных, они запрещают, например, более точные координаты использовать в гражданских применениях от GPS-спутников. Вот, в принципе, в нашей системе ГЛОНАСС, которая работает, там тоже есть определенные ограничения. То есть военные существенно более точные координаты получают, чем гражданские приложения. Ну, это нормально, мне кажется. Да, но просто, если, например, создавать систему автопилота, то там требования к точности координат, они чуть-чуть повыше должны быть, чем те, которые есть сейчас. И вот эти ожидания пользователей, они будут формировать, скорее всего, среди тех же производителей автомобилей, движение в сторону того, чтобы они договаривались с военными о том, чтобы для конкретных применений в рамках гражданских автомобилей разрешили использовать более, например, точную информацию от, геопозиционную информацию от спутников. Вот, и ничто другое, кроме как желание лучше соответствовать ожиданиям потребителей, я думаю, не будет двигать автопроизводителями. Хоть они и медленны в своем развитии, то есть мы тут видим, что в некоторых моделях автомобилей еще с трудом можно там USB-интерфейс найти, хотя уже везде, где угодно его можно найти. Ну, есть такие модели, да, автомобили, мы о них знаем. Вот, но тем не менее, потребители развиваются, ждут чего-то, и они ждут этого от производителей всех товаров потребления, которые им встречаются. Григорий, а вот вы в частности, ну и в принципе, возможно, такой вариант, что вы действительно, опережая, так сказать, да, чаяние потребителей, может быть, опережая или, к минимуму, следуя им же, вдруг сталкивались с такой вещью, что вот вы создали нечто, а оно в конечном итоге не пользуется спросом, или этот спрос быстро угас. Такое бывает, к сожалению, или к счастью. Знаете, как ученые говорят, что отрицательный результат тоже результат ловит. То есть, если вы пошли по какому-то пути, то главное понять, ну, как бы для бизнесмена вовремя понять, когда нужно остановиться, когда делать шаги, последовательные шаги небольшие, скажем так, чтобы во все тяжкие не забуриться, не потратить слишком много денег и не разорить бизнес. Времени и сил, конечно. Потому что, мне кажется, тоже вот здесь есть, ну, это на уровне психологии, да, гибкий бизнесмен, гибкий, ну, и в данном случае более прогрессивный, он чутко реагирует на все. А есть такие упертые ребята, которые говорят, ну, я все равно пойду вперед, а стенка очередная, давай я лбом ее сейчас буду пробивать. Ну, да, мы видели в истории множество примеров того, когда, скажем так, передовые идеи не срабатывали в один момент времени, а через 10 лет срабатывали, например. Чтобы они были передовыми, но просто они были слишком рано. Впереди, да, передовыми для своего времени. Вот мы в этом смысле, как компания, скажем так, пользуемся в основном своими финансовыми ресурсами на развитие и, ну, сами финансируем свою деятельность, поэтому, скажем, не так, чтобы сорим деньгами налево-направо, но, например, мы верим в нашу технологию искусственного интеллекта, связанную с анализом содержимого текста, и мы более 10 лет уже инвестируем активно в этом направлении, создавая то, что, вот как я уже говорил в начале программы, позволит находить смысловые связи между объектами в тексте на разных языках. То есть мы сейчас пока работаем над русским и английским, но потом будут добавляться другие языки, и можно будет строить совершенно новые приложения. Например, можно будет на естественном языке формировать поисковый запрос на русском языке, но получать документы на английском, которые будут отвечать этому же поисковому запросу в смысле вот его смыслового наполнения. Поэтому мы, например, для себя верим, что эта технология сделает прорыв в опыте общения пользователей с компьютерами, и поэтому инвестируем, то есть у акционеров есть конкретное решение о том, что да, мы хотим продолжать инвестировать дальше, но при этом у нас есть четкий план действий, каких показателей мы должны достичь в очередной квартал или год развития этой технологии. Тем более, если вы говорите, что вы уже практически 10 лет этим занимаетесь, да, и эта работа-то не... Если сейчас над этой технологией работает 300 человек, например, то 5 лет назад ситуация была другая, там коллектив, работающий над этим, был меньше. Но вот мы постепенно наращиваем ресурсы, мы поняли, например, для себя, что мы критические точки все в развитии этой технологии прошли, и мы сейчас уже имеем первые пилотные проекты с большими клиентами, достаточно корпорациями общимировыми, известными, и большие клиенты у нас здесь в России заинтересованы в этом. То есть это не массовая технология пока что. Естественно, потом в будущем будут созданы и массовые продукты для массового применения, мы подумаем, как это можно встраивать в такие же системы, как распознавание текстов или электронные словари, либо там какое-то новое поколение переводчиков может быть создано. Но сейчас в основном это анализ, вот есть такой популярный термин big data, то есть данных становится так много в мире, что что с ними делать, люди не понимают. И вот технологии для эффективного поиска информации и извлечения ее из вот этих вот больших баз данных, они будут определять будущее в развитии информационных технологий. потому что вот эта вот информационная свалка, которая увеличивается с каждым годом, она просто скоро завалит мир и что с этим всем делать будет непонятно. Вот технологии эффективного анализа информации и работы с этой информацией, они будут востребованы пользователями все больше и больше. Они будут эту свалку, а если все-таки о свалке об этой подумать, может пройти достаточно небольшое количество времени и мы погрязнем в этой информации. Однажды в этой студии были ваши коллеги, которые облаками собственно информационными занимаются, интернет-облаками. Вот там, я помню сейчас, две ключевые проблемы этого бизнеса назывались и одна стратегическая и не имеющая решения, по крайней мере сейчас. Это хранение информации, которое огромное количество. Да, хранение информации это, конечно же, проблема, но сейчас, на данный момент времени, скажем так, скорость падения цены на бигабайт информации, оно достаточно быстрая, но мы все равно можем прийти к ситуации, когда ресурсы информационные будут переполнены. Но микросхемы уменьшаются и хранилища становятся все более вместительными. При этом, я думаю, рано или поздно нужно будет разрабатывать алгоритмы, скажем так, эффективного уничтожения ненужной информации. Да, совершенно верно. Для того, чтобы, ну собственно, не переполнялись массивы. Но вполне допускаю, что через 10 лет развитие технологий хранения данных будет таким, что… Изменится каким-то образом, принципиально даже может изменить. Да, 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 что, собственно… Что этой проблемы и не будет. По каким-то, скажем так, нанотрубкам мы будем иметь связь со спутниками Земли или других планет, где будут большие хранилища находиться и не будет проблемы с тем, чтобы разместить большие массивные хранилища. В этом случае опять мы говорим о неких чудесах, и они, ну может быть, сейчас даже это слово и не совсем уместно, потому что, с одной стороны, мы, ну как бы, не представляем, да, как это будет выглядеть через какое-то количество времени, но мы можем знать о том, что это будет в каком-то формате, это будет. Некоторое время назад мы даже предполагали о том, что это может быть, да, не могли бы. Да, ну практика развития высоких технологий показывает, что вот обычно, если взять что-то, смешать и попробовать сделать что-то новое, то из этого получается что-то интересное. Вот мы смешали существующую технологию, положили ее на мобильную платформу, мы получили новое применение уже существующей технологии, то есть технология распознавания текстов существует давно достаточно, но сделать ее таким образом, чтобы она работала именно с камерой мобильного телефона, а не со сканером, то есть не нужно носить с собой подмышкой сканер теперь все, мобильного телефона достаточно, чтобы сфотографировать газету, журнал. Это нельзя было представить 10 лет назад. Вот, соответственно, трудно себе представить, что будет через 10 лет в технологиях хранения данных. Поэтому, с одной стороны, я разделяю обеспокоенность коллег, которые занимаются облаками. С другой стороны, в общем, технология не на той технологии, чтобы развиваться и придумывать там что-то новое, что будет эффективно решать те проблемы, которые возникают перед человечеством. Я понял. Спасибо огромное. Уважаемые слушатели, я прежде всего благодарю вас за внимание и хочу напомнить, сегодня в гостях у меня был Григорий Липич, генеральный директор АБИ Россия. Тема сегодняшней программы, ну, собственно, неоднократно я ее уже произносил. Ключ успеху бизнеса в соответствии с ожиданием пользователей. И это действительно так, как было сегодня неоднократно упомянуто. К сожалению, времени совсем нет и я тем не менее хотел бы проанонсировать буквально. Вот, компания АБИ сообщает о реализации проекта по выпуску электронного словаря государственных языков СНГ и Грузии. Вот такой у меня есть анонс. Хотел несколько минут на это уделить, но буквально два слова. Есть такой проект, да, это, собственно, проект, который при помощи, скажем так, в том числе государственных денег создавался для того, чтобы сохранить те языки, которые активно используются национальными представителями как в России, так и в других странах СНГ. Мы считаем, что сохранение языков это важная часть сохранения культурного наследия. Поэтому, собственно, поработали. Ну и заканчивая сегодняшний разговор, опять мы вернулись к тому, с чего начали. Все-таки бизнес, это прежде всего, да, это прежде всего дело, нацеливанное на конечную пользу. На пользу для потребителя. Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо огромное, Григорий. Уважаемые слушатели, мы не прощаемся. Через две минуты мы увидимся в сухом остатке. Успехов в бизнесе. До свидания.